Никита Лес с дивана, отыскал на столе у отца четвертушку бумаги и большими буквами начал писать стихотворение. Уж ты лес, ты мой лес, ты волшебный мой лес, полный птиц и зверей и веселых дикарей. Я люблю тебя, лес, так люблю тебя, лес. Но дальше про лес писать было трудно. Да, Никита грыз ручку, глядел в потолок. Да и написанные слова были не те, что сами напевали столько, что просились на волю. Так Алексей Николаевич Толстой описывает в автобиографической повести «Детство Никиты» свою первую пробу пера. Он прожил удивительную жизнь. В ней есть все необходимое для авантюрного романа. И тайна рождения, и изгнание, и триумфальное возвращение на родину. Такие судьбы достаются литературным героям. Здесь, во флигеле особняка Рябушинских, Толстой жил в сороковых годах. В ту пору он уже был гордостью советского искусства, сталинским лауреатом. Ему прощались и огромная квартира, и роскошь, в которой жил. Толстой собирал антикварную мебель и живопись 17 века. В советское время его называли «Красным графом» и сочиняли анекдоты. Например, такой. «Детское село, в кабинет стучится лакей. Ваше сиятельство, пора на партсобрание». Толстой никогда не был коммунистом, хотя молва прочно связала его с партией. В его характере сплелись воедино эгоизм и неизменное дружелюбие, способность обижать и прощать. Что вы делаете? То есть так, что делаем, вы видите? Делаем то, что делают все порядочные люди на смесь. «Спасай прекрасное от вредителей». Вот как раз по этому поводу я хотел вообще передать несколько слов. Слов? Ну, не, вы видите, мне же некогда. Но главная его черта – потрясающее трудолюбие. Он мог работать сутки напролет, переходя от одного стола к другому, от письменного стола к конторке. Прав был его далекий родственник. Все наши несбывшиеся судьбы находятся в детстве. В случае Алексея Николаевича это верно как никогда. Литературные способности Толстой унаследовал о своей матери, Александре Леонтьевны Тургеневой, довольно известной детской писательнице. Отца своего, будущий писатель, никогда не видел. Александра Леонтьевна, будучи беременной, ушла от графа Самодура к самарскому помещику Алексею Бострому. Свои права Толстому пришлось отстаивать. В 1900 году 18-летний юноша отсудил графский титул и часть отцовского наследства. Но все это будет позже. А пока Бостромы переехали семьей в имение – хутор Сосновка. Здесь и прошло детство будущего графа. Алексей работал с крестьянскими детьми на Синокосе, на Жневье, играл в бабки. Вечерами в доме читали. Читали взахлеб. Чтение было семейным увлечением. В детстве он был действительно счастлив. Оглядываясь, думаю, что потребность в творчестве определилась одиночеством детских лет. Я рос один в созерцании, в растворении среди великих явлений земли и неба, июльские молнии над темным садом, осенние туманы, как молоко, запах спелого яблока, запах костра в сумеречной лощине, зимние вечера под лампой, книги, мечтательность. Учился я, разумеется, скверно. Вот поток дивных явлений, лившийся в глаза, в уши, вдыхаемый, осязаемый. Я медленно созревал. Следовало думать о дальнейшем образовании Алексея, но тут обнаружилось, что он почти бесправен, полутолстой, полубостром, сын графа, но не дворянин, не крестьянин, не купец, не мещанин, человек вне сословия, некто, никто. Вопрос о гражданском состоянии Алексея Толстого решался дворянским собранием. Решался долго, на протяжении пяти лет. Это время оказало решающее влияние на формирование характера писателя. До последнего вздоха он пытался и не мог почувствовать себя своим ни в одном обществе. Отсюда его страсть к театральным жестам и эпатажу. В 13 лет Алексея отдали в реальное училище. Затем он поступил в Петербургский технологический институт. Столица была наполнена революционными настроениями, на которые не мог не откликнуться Алексей Николаевич. Он принял участие в студенческой демонстрации у Казанского собора. Этим, впрочем, его участие в революции и ограничилось. Он увлекся литературой. Как водится у начинающих, Толстой занялся поэзией. Написал и издал книжку, названную автором без особых изысков, лирика. Когда он показал сборник матери, та ужаснулась. Какая серость! Алексей Николаевич прислушался к ее мнению. Полгода он ездил по книжным лавкам, скупал экземпляры своей книги и уничтожал. Первая неудача его не остановила. Вскоре он выпускает сборники «Сорочьей сказки» и «За синими реками». Обе книги высоко оценил Горький. «В нем что-то есть», – отозвался он о молодом коллеге. Первая мировая война меняет планы Толстого. Из-за давней травмы он не мог пойти на фронт. И тогда Алексей Николаевич стал военным корреспондентом. «Сижу на маленькой станции, дожидаюсь киевского поезда. Четыре дня мы скакали в темпе по лесам и болотам, по краю, только что опустошенному австрийцами. Мы ночевали в разрушенных городах, в сожженных деревнях, среди голых полей, уставленных маленькими, только что связанными крестами. В лесах до сих пор ловят одичавших австрийцев». В жизни трагические события переплетаются со счастливыми. Война и любовь у Толстого шли рука об руку. Его избранница, поэтесса Наталья Крандиевская. Познакомились они перед самой войной. Екатерина Дмитриевна решилась наконец. В начале марта она начала работать в том же лазарете, где служила и Даша. В первое время у нее было отвращение к грязи и страданию. Но она преодолела себя и понемногу втянулась у работу. Это преодоление было радостно. Впервые она почувствовала близость жизни вокруг себя. Она полюбила грязную и трудную работу и жалела тех, для кого работала. Эти строки, исхождение по мукам, о ней, о Наталье Крандиевской. В 1914 году патриотически настроенная девушка работает медсестрой в госпитале. Именно с нее списана Катя Булавина от прелестного лица до образа мыслей. Наташенька моя, если бы ты знала, как я люблю тебя, как предан тебе, при мысли о тебе я взволнован и испуган немного и почтительно. Представляю тебя нежную, легкую, своевольную душеньку, умную и бестолковую, изменчивую и ласковую. Я чувствую тебя всем духом, всем телом. В тебе сочетание родного, женского, милого с вечно ускользающим своеволием и потому опасным. В 1917 году Толстой счастлив. Любимая жена, любимый сын, любимая страна, в будущее которой он верил. Но грянул октябрь. Затем началась гражданская война. Спасаясь от нее осенью 1918 года Толстой уезжает с семьей в Одессу. Оттуда в Париж. О своей жизни в тот период он напишет. Жизнь в эмиграции была самым тяжелым периодом моей жизни. Там я понял, что значит быть парием, человеком, оторванным от родины, ненужным никому. Вдали от родины Толстой не находит себе места. А тут еще огорчил сын. Мальчик начал забывать родной язык. Кто-то из эмигрантов стал свидетелем грустной сцены. Однажды Толстые, отец и сын, ехали в поезде, выглядывали из окна и болтали о пустяках. А что будет, спросил Алексей Николаевич, если поезд с рельсов сойдет? Катастроф. Но французский манер ответил Никита. «Да ты же русский, русский!» – возмутился отец. «Вот и говори по-русски!» И загрустил, заскучал и бросил в полголоса. «Нам здесь не место. Надо бы нам ехать домой. Куда домой? Где он теперь дом?» Только благодаря Максиму Горькому, с его статусом великого пролетарского писателя, Толстым удалось вернуться на родину. Именно здесь Алексей Николаевич пишет свои великие произведения, трилогию «Хождение по мукам» и Петра Первого. «Наша эпоха и эпоха Петра перекликаются именно какими-то взрывами человеческой энергии, пуйством сил и волей, направленной к освобождению от иноземной давистики». Теперь вы понимаете, почему я пишу Петра. Среди серьезных и объемных произведений Алексея Толстого особняком стоит прекрасная сказка «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». История про отважного и забавного мальчишку не стареет вот уже 70 лет. Откуда в солидном писателе такое тонкое понимание мира детей? Ответ прост. В нем никогда не переставал жить маленький мальчик Леля. Так звали Толстого в детстве за лень и пухлые щеки. И еще в Алексея Николаевича, несмотря на все жизненные перипетии, сохранилась совершенно детская и простодушная вера в Бога. «Господи», – проговорил Никита в полголоса, и сразу по спине побежали холодные мурашки. «Дай, Господи, чтобы было опять все хорошо, чтобы мама любила, чтобы вышло солнце, выросла трава, чтобы не кричали грачи так страшно. Господи, дай, чтобы мне было опять легко». Никита говорил это, кланяясь и торопливо крестясь. И когда он так помолился, ему на самом деле стало легче. Литература изъята из законов тления. Она одна не признает смерти. Редактор субтитров А.Семкин